Добрый день, коллеги! Добрый день, уважаемые участники Директ-Академии! Наш сегодняшний вебинар «Использование университетской библиотеки онлайн в учебном процессе ВУЗа». Давайте его начнем, и начнем его с перечисления некоторых цифр, которые я периодически привожу в своих вебинарах, ну и мне приходится их постоянно увеличивать в сторону увеличения. Особенно первый наш параметр – количество изданий в нашей университетской библиотеке онлайн уже скоро перевалит за полторы сотни тысяч изданий. Ну, книг, наверное, неправильно сказать – изданий. Вот, у нас несколько сотен ВУЗов-подписчиков. Мы агрегируем примерно 25% рынка ЭБС с огромным количеством издательств. Издательства у нас присутствуют, ну и так далее. Тут большие цифры по аудитории, по потенциальной аудитории, по пользователям и так далее. Хотел бы отметить, что наша ЭБС представляет собой не только электронную библиотечную систему, но и… Да, ну, во-первых, я забыл сказать самое главное о том, что ЭБС-университетская библиотека онлайн – это флагманский продукт компании «Директ Медиа». Наш основной продукт, по которому нас, в общем-то, знают в России и зарубежье. Слоган нашего, нашей ЭБС, вот такой вот, с одной стороны страны, с другой стороны всеобъемлющий, больше, чем ЭБС. Этот слоган говорит о том, что у нас нашу электронную библиотеку надо рассматривать с разных позиций, не только как электронную библиотеку, но и как информационный ресурс, информационный контентный ресурс с очень разным представительством контента. Ну, во-первых, у нас представлены не только электронные издания в виде электронных книг, журналов и так далее, но и различные другие формы электронного контента, такие как мультимедиа-контент, интерактивный контент и так далее. У нас есть интеграция с большим числом различных популярных сервисов и программных решений. Вот одна из важных интеграций у нас с компанией «Антиплагиат». Ну, не буду разворачивать этот вопрос, он требует особого внимания. Хотел бы сказать, что мы с «Антиплагиатом» довольно плотно сотрудничаем не только внутри ЭБС, но и в частности в нашем проекте «Директ Академия». У нас каждый год проходят вебинары «Антиплагиата», а в этом году был даже курс совместный с «Антиплагиатом». Мы выступили организаторами, а «Антиплагиат» выступил автором этого курса. И курс был очень популярен, и мы его обязательно повторим. Будем повторять осенью в конце, в самом конце октября этого года. Онлайн-курс, я имею в виду. Также у нас есть некоторое количество открытых проектов. Вот два из них — это проект «Артпортал» и «Энциклопедиум». Мы осуществляем печать по требованию, то есть практически любое издание, представленное в нашей ЭБС, может быть по вашему требованию распечатано и представлено в бумажном виде, в виде книги. Мы занимаемся продвижением наших авторов в РИНС. Принимаем все необходимое для того, чтобы их рейтинг рос, рейтинг их цитирования. Ну и, наконец, у нас есть такой замечательный проект, как «Директ Академия», в котором вы сейчас находитесь и, наверное, представляете, что он из себя представляет. «Директ Академия» — это бесплатные вебинары, около 250 бесплатных вебинаров каждый год и плюс еще примерно 20-25 онлайн-курсов каждый год. Ну, вернемся к университетской библиотеке онлайн. Вот так примерно выглядит наша главная страница. Давайте ее немножко подробнее рассмотрим. Наверху под первым номером у меня описание области, которое отсылает к другим проектам компании «Директ Медиа», в интернет-магазин, арт-портал, бизнес-библиотека, энциклопедиум, школьный портал, библиотека «Нонфикшн» — ну, и к нам сюда, в «Директ Академию» на наш лендинг. Вторая область позволяет переключиться между языками, а также включить контрастную схему отображения, необходимое для людей, которые не очень хорошо видят. Третья область — одна из самых важных. Это поисковый механизм. Поиск простой и расширенный, о котором я чуть позже расскажу. Четвертая область — это область, где хранятся ваши личные настройки, ваш личный кабинет, плюс некий функционал, который может быть вам доступен, если вы обладаете расширенными правами, такими как преподаватель или библиотекарь. Пятый пункт — это каталог. Это альтернативный поиск способ подбора изданий. В шестом, шестая область — это настройка вида каталога и некоторые другие настройки внешнего вида. Далее у нас присутствуют на главной странице последние читаемые вами книги, а также новинки ЭБС, которые достаточно быстро появляются и исчезают, потому что их очень много на самом деле бывает. Каждый раз, когда вы будете входить в ЭБС, вам будут показывать, скорее всего, новые новинки. А как более точно настроить показ новинок, мы с вами сегодня еще поговорим. Одна из самых главных страниц, с которым приходится работать как конечному пользователю, студенту, так и преподавателю, и библиотекарю, является страница предпросмотра. Это та страница, которая появляется после того, как вы выбрали издание, но выбрали его пока не для чтения, а для предпросмотра. Вот это та информация, которая открывается нам до того, как загрузить, собственно, читалку и начать читать текст. Здесь много информации, много элементов управления, кликабельные ссылки на дисциплину, на жанр, на издательство. Также несколько кнопок. Кнопка, самое главное, это читать онлайн, с тем, чтобы перейти к чтению. Также выбрать действия, там много разных действий можно выполнить. И также внизу есть вкладки библиографическое описание, аннотации и содержание. Вот библиографическое описание, это одно из самых важных мест страницы предпросмотра, которое позволяет молодому ученому, студенту, аспиранту скопировать библиографическое описание книги и вставить его в свой труд, возможно, еще до того, как он начал его читать. Вынесение библиографического описания вот сюда, выше на один ранг, позволяет сразу быстро использовать эту информацию. Дело в том, что эта информация очень полезная для, ну, особенно для молодых ученых, которые еще не совсем в ладах с библиографией, им трудно составлять списки литературы, вот, поэтому, списки источников, поэтому они нуждаются в некой помощи. И вот такая помощь к ним приходит сразу из вот этого вот элемента интерфейса. далее есть еще список литературы. В том случае, если в книге есть список литературы, то он попадает тоже на страницу предпросмотра, вот, и появляется, ну, вот, примерно в таком виде. то есть тоже список, который можно выделить, скопировать и перенести в свой собственный, в свой собственный, в свой собственный труд еще до того, как вы открыли, открыли читалку. Ну, вот вы, наконец, решили читать книгу, книгу, открыли нашу читалку. Здесь все более-менее, надеюсь, понятно, но, тем не менее, крупными мазками вам расскажу. В первом поле находятся элементы управления масштабом, увеличить, уменьшить, разверстать на ширину, либо поместить на странице полностью. Второе поле — это переходы между страницами, вперед-назад, на конкретную страницу, в самое начало, в самый конец. А внизу еще, не показано здесь, в самом низу под страницей, есть еще и лифт такой, за который можно тянуть, и будет аналогичное действие производиться. Полоса прокрутки. Третий пункт интересен тем, что в этом пункте можно каким-то образом забрать часть книги в каком-то виде. Например, кнопка PDF позволяет до 10% книги забрать в виде PDF-файла и читать уже без интернета, если это необходимо. Обращаю ваше внимание, что, конечно, забирать PDF-файл можно для личного применения, но не для перепубликации. Можно также участок книги распечатать. Это соседняя кнопка. И самая левая кнопка, это кнопка очень интересная, по которой вы можете вставить любые, до трех страниц книги, указанных, в любой открытый источник. Как-то в свой блог, на сайт университета или еще куда-то. Посредством этой кнопки вставляется наша читалка, в которой вот эти три страницы воспроизводятся. Вот это абсолютно легальный способ создать цитату, большую обширную цитату на какую-нибудь из книг нашей электронной библиотеки. Ну и наконец в четвертом поле находится поиск, где можно уже искать полнотекстовый поиск по самой книге. Ну и пятое. О пятом поле я сильно не буду говорить. Тут в основном закладки, цитаты и так далее. Закладки это очень удобная, конечно, вещь. Если вы читаете, ставите закладки, они доступны между вашими сессиями. То есть сколько раз вы не будете обращаться к этой книге, закладки будут на ней существовать, пока вы их самостоятельно не удалите. Точно такая же, ну почти такая же читалка, совместимая, но более простая, присутствует также и в нашем, в наших приложениях для гаджетов. Ну то есть, если вы привыкли к читалке на большом компьютере, то на гаджете сразу окажетесь в привычной для вас среде чтения. Пару слов о поиске и каталоге. У нас реализован многофункциональный каталог. Вот эти тезисы, которые здесь написаны, я... Прошу прощения. Я скопировал из презентации Константина Николаевича Костюка, нашего генерального директора. Это, собственно, в некотором смысле его манифест по поводу того, каким должен быть рубрикатор. Итак, рубрикатор у нас сейчас такой трехчастный, состоит из трех частей. Это предметный рубрикатор ББК, который всегда у нас был как наиболее глубоко разработанный, диверсифицированный классификатор предметов для исследовательских целей. Традиционный предметный рубрикатор, это тоже то, что у нас всегда было. он объединяет все книги и документы, включая классику, позволяет охватить не систематизацию, а качественные особенности коллекции. Ну и, наконец, под вторым пунктом рубрикатор УГС или УГСН, укрепленных групп специальностей и направлений подготовки, он рубрицирует не предметные области, а дисциплины, и по этому рубрикатору проще всего подбирать издание для обучения. То есть все учебники, учебные пособия лучше всего не искать, а подбирать по этому по этому рубрикатору с поиском отдельно. Ну вот так примерно выглядит рубрикатор. Левая, самая левая кнопка, каталог, и в ней можно выбрать ББК, УГС или разделы. Если мы выбираем УГС, становятся доступны вот такие вот фильтры. Найти в названии, тип издания, ну вот здесь некоторые выборы сделаны, да, тип издания, учебные издания, уровень образования, бакалавриат, дисциплина, алгебра и теория чисел, ну и так далее. И вот здесь вот в строчку можно добавлять фильтры, они тогда друг с другом комплектируются по логическому закону или. А вертикально они комплектируются друг с другом по закону и. Ну, наверное, это и так понятно логически из самого интерфейса. Новый библиографический поиск построен примерно по тому же самому принципу и он оптимизирован для поиска книг под учебный процесс. Вот точно такие же, ну, примерно такие же фильтры присутствуют. Вот фильтр по ГСН, по типу издания. Здесь можно выбрать учебные, научные, периодические издания. Уровень образования, это бакалавриат, магистратура, аспирантура и специалитет и так далее. Можно выбрать конкретное издательство, можно выбрать год издания с какого года. Тут в данном случае имеется в виду не вилка, и по А только односторонняя граница. ищется издание моложе, чем с вот такого-то года. В уже найденном можно привести дополнительную фильтрацию по авторам, издателям, дате издания, дисциплине и жанру. То есть, если после поиска у вас все-таки в выдаче слишком много документов для того, чтобы их анализировать, вы можете дополнительно наложить фильтр уже на найденное. Для преподавателей существуют дополнительные возможности. Одна из этих возможностей это добавить базовые учебники. Если структура вуза у вас правильно проставлена в ЭБС, тогда базовый учебник станет доступен всем группам, у которых этот преподаватель ведет курс. Есть, кстати, и другие способы разделения учебной литературы, но об этом я чуть-чуть попозже поговорю. У нас есть вот такая вот кнопка в нашем меню основном, называется сервисы и в ней много-много интересного. Я хотел бы обратить внимание на несколько полей отсюда. Одно из полей это обновление контента. Помните, я вам говорил о том, что контент, обновленный контент так или иначе появляется при каждом входе вашем в ЭБС, но там он быстро меняется, потому что он быстро приходит. Вот, но вы можете несколько дней или даже недель не заходить в ЭБС и пропустить тот контент, который вам важен. Поэтому есть возможность посмотреть обновленный контент с определенной даты по другую определенную дату. Вводите даты начала и конца периода и получаете список тех обновлений, которые за это время пришел. Как правило, это тоже большой список, поэтому к нему можно применять те самые фильтры, ну почти те же самые фильтры, набор по автору, по типу издания, по коду ББК, по уровню образования, по издательству и по году. Ну, вот так это примерно выглядит. Вот здесь уже какой-то фильтр тип издания, выбран научные издания, уровень образования магистратура, обновление контента с такого-то с начала августа по конец сентября 2020 года и вот новинок за выбранный период получилось 115, вот, можно просматривать. Далее. Также есть достаточно удобный инструмент, который называется книжная полка, располагается он также в разделе сервисе, в пункте меню сервиса, в выпадающем меню можно выбрать книжная полка. книжная полка это набор изданий, которые вы создаете прежде всего для себя. Книжных полок может быть сколько угодно под любыми названиями и эти книжные полки они сохраняются у вас постоянно в аккаунте. Ну, кроме того, книжными полками можно еще делиться. В частности, удобным является такое поведение, когда преподаватель один или совместно с библиотекарем создают книжную полку, ну, например, для первокурсников, преподаватель может создать книжную полку по своему предмету, а потом этими книжными полками по ссылке делятся со своими студентами, которые получают доступ уже к конкретно подобранной литературе, которая им нужна для обучения здесь и сейчас. Вот, это, конечно, достаточно удобно, потому что, особенно для начального этапа, когда молодые первокурсники еще не обладают должными знаниями для качественного поиска литературы и подбора литературы самостоятельно, вот, ну, кто-то обладает, а кто-то может и не найти. вот, а тут книжная полка просто упрощает доступ к той литературе, которая точно нужна студентам, чтобы у него на входе было не 150 тысяч книг, да, а вот только те, которые нужны ему. ну вот, да, вот тут внутренность создания книжной полки, вот видите, тут несколько созданных уже книжных полок в аккаунте преподавателя экология под номером каким-то менеджмент первый курс, ну, и тут можно эту книжную полку либо удалить, либо дублировать для того, чтобы на основе ее сделать какую-то другую книжную полку, либо скопировать ссылку и ее уже распространять среди своих студентов. Впрочем, если структура вуза правильно создана, то книжные полки могут быть и без ссылки, доступные в аккаунтах студентов по соответствующим специальностям. какие тут есть еще дополнительные возможности. Быстрый поиск среди имеющихся полок, как я уже говорил, передача ссылки студентам, ну, и дублирование для создания новой полки. Интерактивные тесты. у нас ВБС, как я говорил, есть разные типы контента и один из этих дополнительных видов контента являются тесты. Тесты реализованы у нас к некоторым изданиям. Разумеется, не к каждому изданию есть тесты, но к некоторым они есть. Вот. И тесты реализованы собственно в виде тестового механизма. Это не просто список вопросов с правильными ответами, которые можно подсмотреть, они реализованы именно в виде тестирующего механизма. То есть у нас реализован некий тестовый движок, при помощи которого это можно все реализовать уже в виде интерактивного теста. Если тест существует к какой-то книге, то в странице предпросмотра, я обращаю внимание, что это уже знакомая нам страница предпросмотра, появляется дополнительная вкладка, которая называется «Тесты к изданию». Вот. И когда вы на нее нажимаете, открывается соответственно тест, который можно пройти. Также этот тест открывается и в читалке. Я вот в увеличенном виде показываю нижнюю панель читалки, где закладки, цитаты и так далее. Вот справа появляется также кнопочка «Тесты к изданию», которая можно пройти прямо по ходу чтения. Ну, это очень удобно, да, прочитал главу, протестировался. В нашем меню сервиса есть также еще подменю, которая называется, строка меню, которая называется «Профильные блоки». Профильные блоки это еще один способ организации контента для вашего учебного процесса. То есть профильный блок это весь контент, который необходим какой-то единицы, например, кафедре или факультету, направлению, специальности и так далее. Его отличие от, ну, например, от книжной полки, где хранится только строго выбранное небольшое количество, как правило, изданий, состоит в том, что профильный блок включает в себя все виды изданий, необходимых научные издания, периодические издания, если они необходимы, возможно, что-то из научной классики и так далее. То есть это такой достаточно объемный вид, объемный корпус контента, который становится доступен какому-то направлению, скажем так. Профильные блоки можем предложить для вас мы, и в этом случае они будут являться, ну, в некотором смысле они могут являться даже и единицей покупки контента. Вот. А можете сделать и вы внутри своей ЭБС профильный блок для того, чтобы потом его использовать в своей работе. Прошу прощения. Ну, вот так они примерно выглядят. У нас вот в частности есть вообще образовательные подборки учебного контента для первых курсов всех направлений. вот они профильные блоки отобранные уже кое-какие. Ну, и вот некая информация о них, да, о том, что это профильный блок может быть персональным блоком, может формироваться на основе пожеланий клиента, то есть мы можем его сформировать, может включать любой контент, блоков может быть несколько, это не обязательно один блок. Ну, и все книги из подключенных блоков участвуют в поиске и каталогах. Это имеется в виду, если вы приобретаете контент блоками, как раз профильными блоками. что я дополнительно советую вам посмотреть, это вебинары, которые у нас ведет наш руководитель отдела разработки Артем Захватаев, в частности, последний его вебинар, вот здесь ссылка на него приведена. Да, кстати, мою презентацию вы можете скачать, как всегда, из раздела файлы. Как работать с сервисом книгообеспеченности и найти литературу для дисциплины. Очень важный отдельный вопрос, на котором я не буду останавливаться. Если заинтересует, смотрите его вебинары. А вообще Артем ведет у нас цикл вебинаров по новинкам, по тем новинкам в сервисах, которые у нас появляются. Он руководит разработкой, соответственно, все новости разработки доводит до вас. Примерно раз-два в месяц у нас проводятся соответствующие вебинары. Так что ищите его вебинары на нашем видеопортале и смотрите, что у нас нового происходит. Я, правда, в своих вебинарах тоже стараюсь через некоторое время повторять все те новинки, которые у нас появляются. Ну, вот, самая свежая информация приходит от Артема. как я говорил, у нас есть еще несколько проектов, которые дополняют, удачно дополняют наш университетскую библиотеку онлайн, и которые тоже образовательные ресурсы, являются образовательными ресурсами. Один из таких ресурсов это наш арт-портал «Мировая художественная культура», который существует уже 7 или 8 лет, по-моему, да, у нас. Отличие от университетской библиотеки онлайн главное в том, что главный функционал арт-портала доступен бесплатно. В бесплатном виде арт-портал в основном представляет из себя арт-галерею, то есть некую базу данных с хорошо проструктурированными произведениями искусства, изображениями произведений искусства. Их там несколько десятков тысяч, там около 70 тысяч. Мы постоянно обновляем наши базы, улучшаем наши изображения. Но в режиме подписки арт-портал представляет из себя нечто большее. В нем доступны много дополнительных функций, которые содержат обширные тексты, содержат учебные видеоролики, содержат интерактивные, различные интерактивные элементы, такие как шкалы времени. Также в отдельном режиме доступна арт-библиотека. Арт-библиотека представляет собой практически выжимку университетской библиотеки онлайн по направлению связанному с искусством. То есть там несколько тысяч книг доступны становятся по искусству. Вот. Ну и обширный раздел арт-портала это арт-отека, в создании которой я в свое время принимал непосредственное участие. Это выпуски, которые раз в определенное время случаются. Ну, одно время у нас даже три раза в месяц они выходили, сейчас пореже. Вот. Около 150 выпусков уже доступно. Каждый выпуск представляет из себя такую обширную структурированную страницу, на которой ведется речь. там большое количество авторского текста, иллюстрации, некий интерактив и возможно какие-то мультимедийные вставки. Направленность арт-отеки, каждого проекта арт-отеки может быть различна от совершенно широкого в широких выпусков посвященных искусству определенных стран, искусству Китая, Японии, Италии и так далее. Искусство Возрождения, также широких выпусков посвященных жанрам искусства, таким как архитектуре и так далее. И более узкие выпуски, такие как посвященные конкретным музеям, конкретным авторам, ну и наиболее узкие и подробные выпуски, которые посвящены отдельным произведениям искусства, которые мы рассматриваем досконально. Как правило, это интерактивные путешествия, так они у нас называются, или интерактивные карты. Это огромные оцифрованные копии произведений искусства, огромные, ну я имею ввиду, это гигапиксельные картинки, то есть картинки размером примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей, вот, в которых можно, по которым можно ходить и рассматривать отдельные детали. Когда я говорю слово ходить, это означает, что мы приближаемся к определенному объекту и увеличиваем его в то количество раз, которые нам необходимы, при этом абсолютно не теряем качество. То есть гигапиксельные картинки позволяют нам увеличивать изображение до 30 раз без ухудшения четкости. Вот таких у нас, около десятка таких путешествий, которые позволяют нам досконально какие-то произведения рассмотреть. У меня в мае был вебинар, посвященный интерактивным путешествием. Кому интересно, я, к сожалению, его сюда не поместил, не догадался почему-то, ссылку на него, но на нашем канале вы его найдете, это несложно. Ну, и последнее, о чем я хотел бы сказать, это наша Директ-Академия. Вот это проект, который уже является неотъемлемой частью нашей ЭБС, то есть мы работаем в тандеме в ЭБС есть много информации о Директ-Академии. Директ-Академия, разумеется, периодически освещает вопросы ЭБС, вот как сегодня у нас, не сказать в контексте ЭБС и в контексте применения ЭБС в обучении о Директ-Академии тоже было бы неправильно, поэтому разрешите еще раз нас прорекламировать. Ну и вот последний мой слайд. Хотел бы рассказать о том, что в 2019 году, в мае 2019 года мы победили, стали лауреатами Вики-премии в номинации «Свободные знания» за распространение свободных знаний, за нашу просветительскую деятельность. Вот и получили вот такой стеклянный кубок, который стоит в кабинете у нашего генерального директора. Ну что ж, у меня на сегодня все. Мы дошли сегодня до конца вебинара. Если у вас есть какие-то вопросы, то в данном 8. 11. 12. 12. Вот.